Добрый вечер, друзья. Рада вас видеть в этой комнате сегодня снова на 16 занятии. Так, все, запись включена, запись будет, если вопрос такой есть. Запись у нас всегда делается, выставляется на специальных сайтах. Вот, сегодня у нас 16 занятие в рамках тренинга по шаговой инструкции по управлению, ведению блога на WordPress, предназначен специально для всех желающих освоить такой инструмент, как WordPress, управлять им более профессионально, уверенно и не обращаться в трудных ситуациях к специалистам и к фрилансерам, чтобы вы могли управлять этим инструментом самостоятельно и не бояться всевозможных проблем. Мы уже на самом деле посмотрели 15 занятий до этого, рассматривали разные темы, сложные и простые. Сегодня у нас тема настройка записи, часть первая. Как вы помните, кто был на прошлом занятии, я говорила, что у нас будет последнее занятие по записям и дальше мы двинемся дальше по меню админки в медиафайлы. Но, как оказалось, опять у меня получилось достаточно много материала, и я разбила его опять на две части. Так что у нас сегодня часть первая, настройка записи, и в четверг мы пройдем вторую часть. Ну, как говорится, чем подробнее мы изучаем эти темы, тем вам же будет легче все это дело применять. На самом деле, рассказать даже в простых темах есть что, и всегда можно найти что-то, чего вы, конечно же, не знаете, даже если вы уже давно ведете блог. Итак, сегодня мы поговорим о дополнительных настройках записи. В прошлых занятиях мы посмотрели, как публиковать запись, как редактировать запись двумя способами и в редакторе HTML, и в визуальном редакторе. Мы посмотрели, что такое миниатюра. Ну, в общем, достаточно для того, чтобы уже, в общем-то, публиковать записи. И сейчас мы рассмотрим дополнительные опции, которые вы также можете применять. Дополнительные блоки к настройке записи, как их активировать, как их увидеть в редакторе, да, потому что они по умолчанию не все отображаются. Дальше мы посмотрим настройки публикации, точнее, блок опубликовать. Это блок с правой стороны от редактора, и там достаточно много всяких опций. Как правило, мы ими вообще не пользуемся, кроме кнопки «Сохранить» или «Опубликовать». Но там есть много чего интересного, что могли бы вы тоже использовать. А интересное следующее. Мы можем поменять статус записи. Мы можем прикрепить запись на главную. Также мы можем защитить запись паролем. Восстановить запись, если вдруг что-то случилось чрезвычайное, и вы, допустим, что-то удалили и хотите вернуть в предыдущую редакцию. Как удалить все редакции, мы тоже посмотрим. То есть выйдем немножко за рамки записи и посмотрим, как это делать с помощью плагина специального. Как запрограммировать дату публикации и как настроить дату публикации на влоге. Тоже немножко за рамки записи, да. То есть мы рассматриваем тему в общем, и если есть какой-то момент, чтобы судить, я обязательно его включаю в тему. Итак, меня хорошо слышно, меня видно. Я отключаю видео, чтобы оно не мешало слайде, и включу уже в конце. Итак.